Добрый день! Очень рады, что мы сегодня собрались. Вот это у нас первый круглый стол миллиарда татар в 22-м году. И сама жизнь подсказала тему его. Ну, во-первых, здесь собрались люди, которым тема востоковедения, исламоведения, науки не то что не чуждая. Вы уже, скажем, всю жизнь свою сознательную с этой темой связаны. И тут произошли события. Начало 22-го года оказалось достаточно интересным. Тут и смена власти в Казанском университете, это и события в Казахстане, и, скажем так, информационные наезды на республику Казахстан. То есть, как бы это все огорело одну такую важную проблему, что сегодня в стране не хватает экспертов, профессиональных экспертов по теме ислама, востока, Средней Азии, Казахстана. И, как мы знаем, что одним из центров на протяжении многих веков в Российской империи, таким центром высотковедения и сломоведения, был Казанский университет. Сейчас мы так понимаем, что там произошел фактический демонтаж вот этих структур. Началось с ликвидации ТАТФАКа, и процесс пошел дальше. И вот мы хотели бы с вами обсудить эту тему. То есть, как бы, что нужно, чтобы перезапустить институт востоковедения в Казани, и нужно ли это делать. У меня все, спасибо. Кто-то может сразу готов на этот вопрос ответить? Ну, я как говорится, все посмотрели, посмотрели на меня, в том числе, потому что... Ну, я одним из первых посеков являюсь вот этого института востоковедения, который позже стал, который в 2000 году стал называться институтом востоковедения, потом переименован был несколько раз. И я первый выпускник этой группы, которая в итоге дошла до финала, дошло 6 человек, которые предполагалось это будущее, вот это востоковедение будет Казанского. Это первый набор был в 1990 году, выпуск был в 1995 году, поэтому все это проходило на моих глазах. И тема здесь, на самом деле, это большая, обо всем рассказывать, наверное, здесь целые книги надо писать. Ну, что я хочу сказать, изначально, если взять Советский Союз, а это все начиналось еще при Советском Союзе, идея была такова, что в Казани нужно организовать, точнее, возродить центр востоковедения. И с этой идеи вышли на руководство республики, тогда, в первую очередь, Миркосым Аблахатович Усманов, известный ученый-историк, доктор исторических наук в свое время. Ну, это все началось где-то в 88-89 годах, эта идея и сам квалитет татарской технологии восточных языков в таком формате был создан в это время. Потом Диляра Гарифовна Тумашева, тоже ученый-тирколог известный, в прошлом декан Истфилфака. Вот эти два человека, наверное, можно сказать, основатели, основные. Ну, здесь надо назвать, конечно, моего учителя, преподавателя Джамиля Габбулхаковича Зайнулина, который вот эту всю работу и вел. Ну, здесь сыграло роль то, что Миркосым Аблахатов был проректором, имел определенный вес, уже был известным ученым. Ну, тогда началась вот эта вся волна суверенитета, связанная с суверенитетом. Поэтому это как бы ложилось на тему. Но я про себя хочу сказать, что я тоже не думал совершенно про восстыковедение. И, ну, воспитан был в советское время. Вот это как раз последние застойные годы, последние годы, там и утери татарского языка, и идентичности. И вообще даже не знал. Я учился в Казанском аэвиационном институте. Моя специальность была связана с космическими двигателями, с реактивными. То есть я был вообще абсолютно далек от этого. И просто в армии, еще в советской армии, я познакомился, ну, во-первых, с представителем народов советского востока, да, очень пришлось общаться активно. Ну, и кроме того, с татарами, вот, из Кыргызстана я познакомился. И они вот вынуждали меня, они говорили, что мы должны разговаривать татарский язык. Это наш родной язык, несмотря ни на что, как бы, труда не было. То есть они не принимали разговоров на другом языке. Они требовали от меня, чтобы я разговаривал с ними на татарском, на родном языке. Ну, как раз вот это все. Потом началось все это движение за суверентет, различные дискуссии, в прессе появились много статей. И, видимо, вот это все, как бы, подготовило почву. И когда я уже в 89-м году вернулся из армии, я услышал, что такая идея вот здесь создать факультет, где будут изучаться восточные языки, истории татарского народа, литературу, культура и так далее. И как-то вот у меня сразу в голове замкнуло, произошла искра такая, что это вот то, что мне интересно. Я бросил свой этот жестко-реактивный двигатель свой и поступил на РАФАК. И через год, в 90-м году поступил на этот факультет. Причем был жесткий отбор в арабскую группу, который предполагался изначально, что это будет арабская группа, где-то набиралось 10 человек. Примерно месяц, где-то человек 100 примерно проходили предварительное обучение. Джамиль Габлухакович Зайнулин отбирал тех, кто ему... Ну, он вел начальный курс арабского языка и отбирал тех, кто может в перспективе заниматься луковой способностей, как ему казалось. И в общем, и там, и, как он сказал позже, вплоть до графологической экспертизы, он проводил луковой почерк, то есть характер. И он у себя отобрал 10 человек. И мы учились до конца, до финиша, зашло 6 человек. Вот это была первая группа, потом была создана кафера восточных языков, которую он возглавил, Зайнулин. С этого все началось. Потом дальше больше, там и китайский язык, и турецкий появился, и все остальное. Но изначально хочу сказать, что когда я поступал, вот эти руководители, в частности, Талгакабич Галюлин, он сразу заявил, мы не готовим дипломатов, мы не будем готовить дипломатов. Мы будем готовить специалистов, которые будут работать с нашим татарским наследием. Это наша главная задача. Только ради этого мы будем готовить специалистов. И так оно и было, потому что я вот начал говорить, что в Советском Союзе два центра было основных, это Москва и Ленинград, и как бы между ними было разделение. Ленинград занимается академической наукой, актуалка занимается Москва. И они никогда не пересекались, и как бы не вмешивались в епархию друг друга. Не пересекались. И предполагалось, что Казань тоже будет заниматься академической наукой. У нас очень много источников сохранилось, которые надо изучать. И вот под это создавалось Казанское восстановление. Ну и потом со временем все это изменилось, потому что это актуальная тема, различные вопросы терроризма, экстремизма. Они дают, может быть, больше дивидендов. И как бы все к этому актуалке повернулось. И это вызывает недовольство, на самом деле. И вот мои коллеги, знакомые в том же самом ГИМО, и мне очень нравится, честно говоря, это. Потому что они считают, что вопросы международной политики, в том числе и на Востоке, должны заниматься авторитетные центры, такие как ГИМО. И это все смешно, если кто-то повторяет их функции дублировать. И они не очень это приветствуют, когда на их полянах кто-то заходит. И поэтому здесь, я считаю, надо возвращаться к изначальной идее. И она достаточно верная была. Это вот изучение академического восстановления и исламоведения тоже. Вот. Я думаю, это так должно быть. Но другие вопросы, которые мы обсудим, как все было, есть какие-то там вопросы. То есть я был сверху всего этого. И поэтому как бы в курсе всего этого, как все это происходило. Вы сказали, что эту идею подали Усманов и Тумашев, да? Ну, в основном Меркасском облаховке Усманов. Потом появилась фамилия Галиулин. То есть он каким образом? Нет. Там создавался новый факультет татарской филологии истории восточных языков. И раньше он как отделение был, это в составе из филфака. Поэтому искали новый руководителя, вот нашли в Елабуге. Нет, я к тому, что вы сказали, что Галиулин как бы обозначил направление в виде академического восстановления, да? Да, да. А те, кто подавал эту идею, у них тоже была такая основа? Ну да, и они же все были ученые академического склада, в первую очередь. То есть ни Меркасом Блахатович, ни Киляра Галифом Тумашева они не собирались изучать, там, скажем, она там по Турции, какие-то актуальные проблемы, там, политики Турции. Усманов там чего-то там тоже актуалит. Они все занимались классическим восстановлением, туркологией. Ну, да, а Москва занималась прикладным восстановлением, так, и когда у нее появилась ревность. Но тогда возникает вопрос, а у Питера не появилась ревность к академическому тренеру? Ну, вот в течение многих лет общения с коллегами в Петербурге, во-первых, нет, конечно, потому что у них очень большое богатство, и в том числе и сказали переданы, естественно, все это гранится. И они прекрасно это осознают и постоянно подчеркивают, что наша школа была создана на основе, на базе материалов, полученных из Казани, специалистов, которые в 1855 году приехали из Казани. И это они всегда подчеркивают, никогда не отрицали. Сейчас это самостоятельная школа, конечно, и там аккумулировалось огромное количество источников, и им просто еще на много поколений вперед хватит изучать самим. Поэтому они с кинькой конкуренции не видят и нормально относятся, есть взаимодействия, нормальные контакты, совместные проекты и так далее. Хорошо. А вот вопрос может быть с другим нашим участникам нашего круглого стола. Я так понимаю, российское востоковедение по своему происхождению, оно европейское, да? Ну, наверное, как и все у нас гуманитарное, оно немецкое, скорее. И вот как вы думаете, это накладывает какой-то отпечаток на него, может быть, негативный, там, на его подход? Ну, связанный с тем, что, как бы, печать, ну, не знаю, империализма, там, колониализма, на этом, и все. И, может быть, ну, нужны другие, на самом деле, подходы? Новые, современные? Может быть, какие-то... Есть несколько вопрос, наверное, я прошу попросил. Да-да-да. Потому что, когда все это объединять в одну кучу, на самом деле, ну, наверное, не совсем правильно. Во-первых, когда мы говорим об складывании самой академической науки, комплексе методов, в частности, востоковедения, да, ну, они из воздуха взят с ним. Очевидно, в конце 18-го века, в начале 19-го века, когда в России, допустим, там, в Казани, во втором университете, который появился в Российской империи, да, ну, просто, условно говоря, чисто методологически, чисто инструментально, этим людям, этим исследователям, этим концепциям взяться было неоткуда. Да, другой вопрос, это, допустим, существует некая традиция самопознания, которая существовала в регионе. Она тоже никуда не делала. Она тесно связана с Средней Азией, в меньшей степени с Ближним Востоком, но, однако, она существовала, да, и субъектность, и эта, воспринимающая вот этот самый Восток, внутренний Восток, как оппозиция определенному миру, как оппозиция Рарбу, как оппозиция Западу как таковому, она здесь существовала. И они точно так же, как бы, познавали и себя, и, собственно говоря, Россию, в части которой они идут. Другой вопрос, что, собственно говоря, именно, ну, как бы, здесь вот переходим в другую часть, Востоковение это явление очень широкое, да, оно, в общем-то, изучает все от Японии, да, и заканчивает там, ну, условно говоря, Албанию, да, на самом Западе. Это раз. Во-вторых, это огромное количество языков. Сюда входит, в принципе, если так смотреть, это история, да, это языкознание, это, ну, политика, ну, общество знание, следующая, смежная дисциплина, я бы так сказал. И когда мы, собственно говоря, говорим об истоках нашего Востоковения, надо помнить, что, собственно говоря, и язык, ну, то есть, условно говоря, изучение языка, и, собственно говоря, изучение истории в нашей стране, это, ну, по сути, экспортные науки. Потому что, всегда, собственно говоря, мы воспринимались через призму, я бы не сказал, что это колониальное восприятие. Это набор инструментов, который к нам пришел вместе с теми студентами, которые стали профессорами в процессе, и с теми учеными, которые Петербургская Академия Наук все время описывала. Вот он был замкнутый мир. И, собственно говоря, этот замкнутый мир, это Академия Наук, воспринимала, собственно говоря, восточные регионы России, так, скажем, того времени Российской империи. И с определенных стран через определенную призму. Была ли альтернатива? Мне кажется, не было. Ну, вот реально не было. Потому что мы, будучи субъектами, как бы, вот этого же процесса, ну, собственно говоря, с другой стороны, мы альтернативу дать не могли. И этот набор инструментов во многом, даже, в принципе, Шхабди Марджани нам это показывает, да, он воспринимал их как более, наверное, объективные в определенном смысле. Хотя я не уверен, что можно применять именно этот термин. Их тексты, их инструменты, их методики, они оказались на тот момент эффективными. И, собственно говоря, здесь вопрос о колониализме, точнее, об альтернативе колониализму, в принципе, мне кажется, не совсем корректен. На тот момент времени, да? Да. То есть с позиции нас, конечно, несомненно, то есть здесь вообще вопросов не стоит. Но в тот момент другой альтернативы нет. Нет, с этим-то, наверное, никто и не спорит. А вот с тем, что какие-то новые обновленные подходы, может быть, нужны для детей, конечно, в том числе. Да, я тогда продолжу, да, то есть эту идею. Ну, мне кажется, нужно очень аккуратно обращаться с понятием на востоковедение и востоковедческая школа. Действительно, ну, я, как бы, это очевидно признаю, что в Казани была в свое время, да, то есть у нас школа востоковедения, да, которая потом, да, была принесена в Петербург. И это правда, потому что в то время востоковедение, да, существовало. Сейчас я бы сказал, что востоковедения, как в такой науке, да, я просто нет. Да, нет востоковедов. Ну, где в Казани? Вообще в мире нет. А, в мире? Да, то есть, ну, как бы, для меня востоковедение это больше, ну, как сказать, определение, больше метафорическое, оставшееся из прошлого, да, там, что-то романтическое, да, потому что, ну, как бы, если брать в востоках регион, там, да, то есть, например, там, истории, вот, там, да, политики, языка, там, и так далее, это огромное поле исследований, да, то есть вот то, что раньше занималось востоковедение, как некая универсальная наука, сейчас, ну, вот, благодаря вообще прогрессу науки, очень большой деференциации, да, то есть методологическому развитию, огромное количество знаний, сейчас вот такой, как бы, идеи науки просто нет, да, то есть есть, как бы, исследования, которые, ну, там, проходят в рамках, там, изучения языков, допустим, да, восточных языков, так называемых, политики тех или иных стран, да, там, страноведение, регионоведение, да, политология, психология, социология и так далее. Сейчас такая совокупность направлений исследований, да, очень разная, не всегда друг с другом взаимодействующая, вот, и в этом смысле какой-то единой, как бы, востоковедческой науки его нет, да, то есть есть, как бы, направление, которое, вот, как так иначе связано, и уже, вот, ну, и востоковедов нет, потому что востоковед классический, это такой универсальный титан, да, то есть, который знал, там, может быть, до десятков, там, да, есть такие случаи, там, восточных языков, да, то есть, знал, историю, культуру, религию, и все это выбирал в себя. Сейчас вот у нас время узкой специализации, да, и каждый, вот, как бы, имеет свое поле исследования и занимается узкой им, да, и порой, ну, это вообще любовь к науке, то есть, в том числе и здесь, не знает, что происходит там в соседней области. Поэтому в том виде, как в Казани была школа востоковедения, да, то есть, к такому идеалу нам просто идти, ну, невозможно, потому что такой науки нет, да, то есть, и в этом смысле, если говорить о неком, ну, возрождении, то здесь, ну, во-первых, там, ну, как в Казани, подобные исследования, подобные школы, да, то есть, университет, академия наук, они существуют, да, то есть, подготовка специалистов, то есть, нельзя сказать, что у нас тут, как бы, какое-то Пустое поле. Можно говорить о разном уровне углубления, направленности, подготовки специалистов в этих областях. Наверное, в области тюркологии, исламоведения, арабского языка, русского языка у нас кадровый состав и продвинутая достаточно неплохая. То есть научные контакты, связи с Москвой, Петербургом и другими учеными. То есть они широкие. И здесь я говорил, наверное, не о возрождении, а о некое большее стимулирование этих исследований, больше их поддержки, больше координации. Мне кажется, в таком русле стоило бы смотреть на эту тему. Что можно по факту само собой образовался некий центр? Или не нужна формальная структура? Я думаю, что социализация нужна, но в рамках, допустим, если это тюркологические исследования, пусть будет центр тюркологии. Если там исламоведческие, у нас есть вот центр исламоведения, есть исламоведы, которые занимаются этим отдельным образом. Но какой-то единой орг структуры я, честно говоря, это не вижу. А кто-нибудь может сказать, почему все-таки тогда, в середине XIX века, Петербург забрал нашу школу, в том числе и специалистов. И не одного, а там, я не знаю, может быть, пятьдесятка, наверное. Ну, как это обосновывалось? Ну, я к тому, что, может быть, это объективная вещь? Может быть, в Казани это и, как сказать, и не сподручно такие исследования проводить? Почему это случилось? Ну, разные различные версии существуют. Ну, в первую очередь, что Петербург сформировался как столица Российской империи и начал вести активную внешнюю политику. И потом надо вспомнить, что все эти русско-турецкие, русско-иранские войны, азиатский департамент был открыт при МИДе. И все эти структуры, которые находились в Петербурге, они требовали консультации специалистов. И очень большая была потребность у этих специалистов, которые находились в основном в Казани в то время. Они должны были быть под рукой. Это тоже одна из причин называется. Такой центр... Россия начала заниматься Востоком. Восток стал играть важную роль в жизни Российской империи. Где-то находился... Не как сейчас по интернету, там по скайпу можно быстро там выйти на связь. Нет, то есть это все долго происходило. Поэтому они все должны были быть под рукой и поэтому туда их перевели. Это как один из вариантов тоже. Ну, говорить о восслаблении центра Востоковедения, это навряд ли будет правильно, потому что Казань это губернский город, полностью русский город в то время. Лояльный абсолютно к центральной власти. Тут никаких разговоров не было об ослаблении, да, как центру Востоковедения. Потому что изначально открывали, конечно, как город, который находится на границе восточного и западного мира, да, как такой пункт транзитный, посреднический. И мы даже здесь помним, когда Екатерина Вторая приехала в Казань, в своем одном из писем Вольтеру она писала «Я на Востоке», да. То есть она не ощущала себя, что она находится в российском государстве, да. Она писала, что «Я приехал на Восток». И так это все понималось, и в этом была необходимость. Но потом приоритеты поменялись в государство. Поэтому это вот по этой причине, я считаю, было переведено туда. Ну, что касается в целом Востоковедения, изначально, я тоже кое-что хотелось добавить. С чего все начиналось? До, скажем, до начала периода крестовых походов, вообще Восток мало кого интересовал в Европе. И все эти первые переводы Корана, изучения Корана, Ислама, это все ради того, чтобы знать врага в лицо. Надо было знать врага в лицо, потому что планировались крестовые походы. Кто такие мусульмане, как с ними взаимодействовать. И как бы вот основной, почему с Корана началось, потому что Библия главная, да, в христианском, у христиан считалось. То есть это как бы конституция. И вот как бы что в этой конституции написано у них, да, как вот найти ключ слабое место их, да, слабое, там, у кочей бессмертного, да, там, как это слабое место, да, которое можно ударить. И вот поэтому началось все с Корана, изучали Коран, переводили Коран, ну и потом дальше больше уже там просто интерес возник. В конце 18, начало 19, там просто модно Восток пошло уже. Это модная тема, и все эти переводы, подражания Корана Кушкина, это отголоски той моды, которая из Франции пришла. И вся эта восточная тема, это стало все эти халаты османские там и так далее. И то, что на картинах Микеланджело, этих средневековых, на библейскую тему все эти сюжеты, это фактически все было вот восточных, все эти халаты и так далее, все это оттуда было скопировано. Ну, это в целом интерес к Востоку появился. Ну и здесь я хотел сказать еще, да, вот здесь прозвучало про внутренний, так называемый Восток, это называется «Собственный Восток России», да, «Собственный Восток России», Вера Тольц написала книгу, в переводе она вышла не так давно на русском языке, называется «Собственный Восток России», там как раз эта тема поднимается, потому что параллельно вот этому Востоковидиму официально, который назывался в университетах, в различных азиатских департаментах, в других научных центрах, свое внутреннее Востоковидиме тоже было, Медресе различное, Мектебе, просто ученые, отдельные шейхи, да, которые изучали исламские науки, очень глубоко изучали, ну просто вот возьмем пример нашего, даже Шкабудина Маржани, да, это по большому счету это исламовед, академический, да, если так посмотреть с позиции современного человека, который знал и восточные языки, и все эти труды, и все источники, то есть вот это два параллельных мира существовало, есть официальное восковидение и неофициальное, которое Вера Тольц называется «Собственный Восток России», и вот они никак не пересекаются с друг другом, и до сих пор не пересекаются, и это тоже был огромный, вот этот пласт, то есть поскольку все это вот не выплескивалось на русском или европейских языках вот в общее пространство, это интеллектуальное, никто об этом не знал, и просто считает, где-то что-то там мусульмане чем-то занимают, никого не интересовало, а это попутно все эти труды, это и Кавказ, и Поволжье, да, и вообще арабский мир, и вот только не стали недавно говорить об этом, о необходимости изучения вот этого «Собственного Востока России», и я сам тоже неоднократно во время работающих совещаний в Петербурге, когда работал в Казанском университете, очень часто приходилось поднимать участие в этих совещаниях, я этот вопрос всегда поднимал, и вот эти наши классические востоковеды петербургские, они говорят, да, конечно, интересно, интересно, но в их представлении восток исключает Поволжье, исключает Кавказ абсолютно, а никто не включает это, это арабский ближний и средний восток, в крайнем случае Юго-Восточная Азия, и то как второстепенная, вот это вот представление ментальное, ментальное представление Средней Азии, тоже вот немножко стали они этот включать, но тоже они отбрасывают, это классическое восстановление понимания, в петербургском это ближний и средний восток, и все, то есть этим ограничиться, а то, что там дальше, это уже не интересует, и эту тему надо поднимать, и просто, может быть, нам самим нужно подать это очень, скажем, академично, научно, обосновать это нужно, для того, чтобы возникло понимание, что наравне с классическим восковидием развивался и свой собственный восковид, и тот же собственный восток России, и который был по уровню абсолютно не ниже, а не ниже, и это я о чем пытался донести, когда вот эти все проекты по исламоведению изучения, исламоведения в России поднимались и Петровским, Михаил Борисовичем, я пытался донести, что надо включать в эти учебники главы про восток, про собственный восток, потому что это было очень на высоком уровне, все было изучалось, эти науки и труды, не хуже, чем там у Бартеля, у Френа, или у Бартеля, позже там еще у кого-то, и пока в этом плане никакого движения нет. И вот опять же, я возвращаюсь к этой теме, я считаю, что мы в Казани этим могли бы заниматься, не занимается, конечно, этой темой, но более активно нужно, наверное. Ну, конечно, невозможно ограничиваться, наверное, что касается вообще восковидения. Вообще, восковидения же нет, название-то исчезло, да, с названием этого, это и учебная организация, так же, как история, то есть это называется сейчас институт международных отношений. Институт международных отношений, понятно, что это, ради чего это было затеяно, ребрендинг, для того, чтобы, с коммерческой точки зрения, да, чтобы это звучало красиво. И как бы аналогия возникала с ГИМО, да, и, ну, больше студенты шли, а ретуренты, вот, 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 и вот этот институт международных отношений он сейчас поглотил и СФАК, и судовосковедение, которые внутри есть, конечно, но название-то никак не отражается совершенно, поэтому, конечно, там, можно зайти на сайт, посмотреть, какие есть, там, какие есть внутри направления, какие изучаются, какие категории есть, но в целом вот такого нету, то же самое, как с татарским языком, да, был в факультете татарской филологии, сейчас институт имени Толстого, что ли, Льва Толстого, то есть, никто не подумает, что это, да, что это Льва, институт Льва Толстого изучает татарский язык, то есть, то есть, это коммерческое, да, причем это? Ну, конечно, это просто, это, это, менеджмент, то есть, в то же время это же говорит о том, что это и не востребовано, наверное, лабитериатом. Ну, приоритет меняется, на самом деле, в 90-е годы очень огромный был спрос на арабский язык, то есть, конкурсы были огромные, много же было желающих, потом все это вот спало, ну, по мере того, как отношения с арабским миром как бы немножко ухудшились после этих теченских войн, после всех этих арабских фондов, когда запретили, там, ваххабитов, салафитов и так далее, то есть, все это как бы сошло до нет. И сейчас, как бы, арабский язык это синоним, вот, что такое экстремизм и терроризм, да, вот, почти вот так звучит, поэтому сейчас это не очень популярно, то же самое, как и персидский язык, очень мало идут на персидский язык, ну, и огромный просто балл желающих на китайский и на корейский язык. Что тоже есть восстоковение. восстоковение, просто там и бесконечно, но сейчас говорили, вот это западает уже, интерес китайскому, но пока до сих пор еще желающих очень много, и туда набирают просто максимально возможное количество людей и группы большие, по 3 человек, да, и по всей стране, и везде, китайские открылись, везде, где к тем, кто можно, практически в любом техникуме есть китайский язык сейчас, потому что это пользуется спросом, и желающих очень много, группы большие, по 30 человек, и, конечно, китайский язык там невозможно изучить, потому что китайский язык, пока так повторишь, одно слово уже пройдет, пока вся группа одно слово повторить, уже вся пара пройдет, то есть, классическая группа по изучению восточных языков это максимум 10 человек, максимум 10 человек, это работа, как мы работали, я могу сказать, у нас в итоге, как я сказал, 6 человек осталось, мы с утра до ночи занимались арабским языком, арабской литературой, географией, и так далее, и так далее, всем эти предметы связаны, плюс мы еще были при факультете татарской филологии, и нам приходилось параллельно проходить курс по татарской филологии, то есть у нас вот как бы получилось два образования выше, и вот очень напряженная была учеба, а сейчас вот достаточно расслабленно, и честно говоря, уж, конечно, многие специалисты сбежали на самом деле, сбежали с Казанского университета, это не секрет, почему, да, и все знают, и как бы поменялось с приходом нового ректора, который сейчас уже не ректор, да, и, ну, не новый ректор в свое время? Нет, начиналось все очень демократично, да, то есть, скажем, если взять первый заведующий кафедр нашего в Усковедении сломовидения Рината Иргевича Гайбекина, он был приглашен Шатам Ракхалычко-Кафуровым в целях создания кафедры по исламской экономике, то есть, ему казалось, что это очень такое интересное направление, которое будет пользоваться спросом, но Ринат Иргевич сказал, что это нет, это уже тема пройденная, ну, вот в итоге было создано кафедры исламовидения сначала, потом восковидь исламовидения, объективно он оказался прав, да, да, ну, это вещь, которая, как я сказал, пример привел с арабским языком, который сейчас не пользуется спросом, и то же самое исламская экономика, о которой очень много говорили, но сейчас уже это практически уже мало кого интересует, а в свое время это звучало очень тема, очень гремело, и у нас очень демократично начиналось, первые полгода мы готовили учебные программы, рабочие программы, чтобы пройти процедуру лицензирования Министерства образования Федерации, практически не занимались преподаванием, и нам успели, мы успели все это сделать, и работа начиналась очень активная, интересный коллектив собрался, хорошие специалисты, то есть Ринат Эрикович собирал самых, несмотря на какие-то регалии, ну там Дамир Шаговеев, допустим, Лариса Усманова, Ильша Цаэтов, много-много людей, интересный коллектив собрался у нас, рабочий, и мы буквально не расставались друг с другом, да, с утра до вечера находились в университете, работали, и работа еще началась, но потом как бы вот это все эти демократические, демократия стала уходить на задний план потихонечку, началось закручивание гаек, потом пошел бумажный вал, все эти правила из страны Москвы поменялись, самая главная проблема сейчас это бумажная отчетность, преподаватели занимаются заполнением многочисленных бумаг, и не остается времени на подготовку к лекциям, на преподавание, они просто вот подавлены вот этими массой бумаг этих, и плюс административное давление, постоянные угрозы, и много чего там, и много чего, они просто подавлены, останется, строится, вот и из-за этих и там других причин просто уже невозможно было высказывать свободно, скажем, перед студентами какое-то свое мнение, свою позицию, свой взгляд на какие-то проблемы, все это вот привело постепенно к тому, что люди стали разбегаться, и остались вот такие люди, которые вот сейчас там работают, ну, более-менее, кто имел свое мнение, они, практически там никого не осталось уже. Преподаватель классический, университетский, это так всегда было, до прихода вот этого ректора последнего, это был очаг демократии, да, и в советское время всегда позволялось немножко выходить за рамки, потому что преподавание что такое, есть программа, да, рабочая, по которой там все расписано, что он должен сделать, как преподавать, но дело не в этом, эти студенты сами по учебнику могут прочитать, им нужен взгляд, мнение преподавателя, да, и различные дискуссии, обсуждения этой темы, и может быть неформальные, поэтому у нас все это переносилось на кафедру, у нас студенты с утра до ночи находились на кафедре, домашние задания там делали, и пили, ели, и сами готовились к занятиям, и вне университета мы очень плотно общались, это вот такой стиль университетский, он примерно такой должен быть демократичный, и нет, конечно, абсолютно между никаких рамок, между студентами и преподавателями, то есть нельзя с воскомерия смотреть на студентов, как это часто бывает, да, то есть кто-то такой вообще там, да, заходи там, не знаю, приходи через полгода, когда я был свободен, такого не было, конечно, мы на ходу общались всегда с студентами, и у нас такая очень демократичная обстановка была, и очень хороший был уровень, в итоге наши студенты и за рубежом поступили в ВОЗы, и московские хорошие ВОЗы, ведущие поступили, и учатся там, и сами стали учеными, преподавателями, это давало свой эффект, но вот при административном давлении, когда все гайки закручены, когда просто шаг лево, шаг право нельзя сделать, как и сейчас, да, конечно, никакого развития не может быть наук, никакого развития не то, что в ВОЗе, ничего, то есть не может быть там, науки не могут развиваться, человек, который боится сказать свое мнение, как он будет преподавать студентам, или объяснять какие-то истины, свое видение, показывать, если он сам боится своего собственного тени, да, и тем более, когда это все очень контролируется, везде камеры, везде микрофоны, и постоянно делал замечания, что нельзя делать, сказать то, нельзя все сказать, сказал лишнее, все это контролируется, все постоянно, под цветом софитов, и, конечно, когда вот так находишься, вокруг тебя микрофоны сплошные, и камеры, ты, конечно, не можешь расслабиться, да, и свободно, пообщаться со студентами, вы имеете в виду на занятиях? Да, да, в каждой аудиториях есть камеры, есть микрофоны сейчас, все это контролируется, это не скрывается? Нет, конечно, ну, и не афишируется, но и не скрывается, вот, и поэтому, конечно же, в этом плане нет свободного, скажем, обмена мнений, что касается студентов, студенты, не меняется, в принципе, что бы ни говорили, это вечная проблема, проблема отцов и детей, вот сейчас пошли плохие дети, там они, не знаю, там им больше интересуются компьютерные игры, там еще что-то, их не интересуются, там, не знаю, книжки не интересуются, не читать, нет, это не так, то есть, всегда есть определенная часть людей, которых не интересуют, есть, которые интересуются и науками, и которые фанатично к этому, заточены под это, в целом, уровень хороший, да, просто с ними надо работать, уровень вот этого молодого поколения, которое приходит, неплохой принцип, ни 90-е годы на это не повлияли, ничего, то есть, наоборот, даже мне кажется, что возможности появилось больше, различные развивающие центры, и родители стараются готовить своих детей, и многие, по крайней мере, те, которые прошли вот этот фильтр, да, ЕГЭ, и которые вот попадают, ну, то же самое, если международные отношения, туда достаточно, ну, неплохого уровня студентов, просто с ними надо работать, и я не вижу здесь, я в этом плане оптимист, не думаю, что там, после нас, там, не знаю, все разбавится, нет, приходят люди, они тоже станут специалистами, потом они начнут готовить тоже, других, других тоже, то есть, как бы, возвращаясь немножко к вашей мысли, которая была высказана минут 10 назад, специализацией Казани мог бы стать вот этот изучение внутреннего востока, да? вы так понимаете, и согласны с этим нашим коленем. Или вот, вы же рассказывали, что вы учились, и у вас была нагрузка и по внутреннему востоку, и по внешнему, вы сказали, что она была большая, но тем не менее. Ну, наверное, в настоящее время невозможно разделить, потому что потребность большая есть и в экспертном мнении, и специалистов по актуальному востоковедению. А вот эта востребованность она со стороны кого? Ну, со стороны общественности, средств массовой информации, государственных органов, различных. Вот еще государственных органов, как раз, может быть, не хотел бы уточнить. У нас, как бы, сейчас президент Татарстана стал таким-то медиатором между российской властью и некоторыми восточными странами, арабскими, Турцией. Вот с их стороны есть какая-то востребованность ваших это, он как руководитель группы стратегического ведения России «Исламский мир», иметь в виду. Нет, они в основном пользуются, скажем, услугами своих структур, то есть есть департамент в аппарате президента по-востоку и они готовят для них различные справки аналитические, но потом это же не татарстанская, это же не республика структура, это же российская структура, то есть он фактически весь представляет, является чиновником федерального уровня и я думаю, что он имеет возможность получать какие-то справки с других центров аналитических различных институтов, а так конечно вот укусники нашего с ковидом они попадали в аппарат президента и есть те, которые работают и в посольствах, что касается международного отношения, есть и помощники министра иностранных дел, которые доросли, которые вторые, третьи секретари в различных посольствах Российской Федерации это есть конечно то есть от этого нельзя отказываться от изучения каких-то актуальных вопросов но как я же говорил изначально тогда думал, что нужно изучать наши наследия и ну фактически вот на нынешнем месте своей работы этим занимаюсь это центр письменного музыкального наследия при институте языковой литературы и вместе со своим однокругим как раз мы работаем который является руководителем центра и другие у нас есть специалисты как раз здесь требуется знание и восточных языков и татарского языка и старо-татарского и в какой-то мере вот мы реализуем эту идею которая была выдвинута еще Меркосом Аблахадовичем Усманом в конце 80-х годов на базе вот института языка литературы то есть мы это закрываем вопрос но в университете с этим ситуация похожа потому что ну во-первых те преподаватели которые специалисты могли бы этим заниматься они заняты преподавательской деятельностью потом самих специалистов практически нету и вот это огромный ресурс который хранится это это наследие татарское в том числе казанской федеральной университете оно пока вот находится находится без движения и только-только сейчас вот идет речь о том чтобы начать его как-то изучать по крайней мере за счет того чтобы оцифровки и выставления свободный доступ и сейчас с помощью так нефти там закупленного оборудия они сейчас занимаются оцифровкой то есть это вот первый этап какое-то движение там есть уже началось нельзя сказать что его нету но по большому счету казанский сам федеральный университет ну практически не занимается изучением наследия как это изначально было хотя вот примерно год назад об этом задумывались в университете международных отношений что нужно продолжать традиции Миргосэма Исманова и сейчас об этом говорят и уже ведется определенная работа студентов стали готовить под это направление ну пока нечет о возрождении этого всего то есть возвращается через сколько-то там десятков лет опять к тому же с чего начиналось сейчас понимая что это утеряно сейчас только пошли разговоры о том чтобы опять все это восстанавливать год назад примерно все это началось кто инициатор ну тот же самый институт международных отношений где все это сконцентрировалось где история где и восстаковедение где и наследие и теркология и арабистика это там занимаются да есть там группы теркологов студентов вот есть идея чтобы из них готовить специалистов археографов по специалистов по изучению рукописи рукописного наследия пока вот об этом будут разговоры ну некоторые из них студентов у нас тоже к нам приходят в наш центр мы им тоже оказываем поддержку есть среди них тех кто очень это интересуется прямо у них горят глаза ну таких немного поэт это два-три человек потому что это очень работа неблагодарная это же как раз питерское направление да то есть это академическое восстаковедение академическое исламовение работа с источниками с первоисточниками то есть это вы другие какие-то рукописи здесь имеется нет в самом казанском университете огромное богатство рукописное то есть его изучать надо в первую очередь а в какой именно ну татарское наследие возьмем допустим то что собиралось в период археографической экспедиции на протяжении десятилетий университетских археографических экспедиций которыми руководил Веркасим Усманов который Альберт Фадхи археограф заведующий восточный заведующий бывший сектор восточного сектора национальной ботики Жевдет Кинулин другие тоже на протяжении десятилетия они целенаправленно собирали все это привозили возвращали все в Казанский университет и там сейчас это все хранится вот оно как раз сейчас и сканируется активно я так полагаю за несколько лет это все сканировать выложить свободный доступ и тем самым собственно говоря начать вот этот большой импульс дать междисциплинарное исследование дать доступ людям исследователи напрямую не ассоциированы ни с нашим регионам ни с исламоведением ни регионоведением ни потороведением а именно заточенными на исламоведении на восточном языке но как бы находящими за пределами жеспублики тем самым собственно говоря вводится вот этот огромный корпус документов вообще в принципе в науку в поле исследовательские как таковы независимо от того к какому направлению непосредственно ты принадлежишь может тебе глаголы интересные допустим османские глаголы в татарской прописях пожалуйста вот это собственно говоря шаг по большому счету я не могу сказать что это первый шаг я бы сказал что это фундаментальный шаг который в принципе мне представление потому что у нас в жизни было такое у наших наставников было охранительское отношение допустим придет скопирует заберет да и все собственно говоря все то значит где там еще и так далее но потом когда начали приезжать я вот когда студентом был я учился в середине нулевых в университете и тогда выходили допустим фундаментальные работы допустим одну из них для меня лично большое впечатление произвела это работа кемпера как она там называлась да в Татарстане в Пашкорстане по-моему там в имперское время ну все да да все правильно и соответственно человек который как бы вот приехал совершенно да из там МССР опять-таки он ассоциирован с немецким востоковедением пришел и написал фундаментальную работу открыв по большому счету большей части нашей вот околосветской публики вот это самое наследие которое мы здесь охраняем да и это были работы как раз ну точнее он взял наших там почтенных шейхов всех пересчитал посмотрел какие у них фундаментальные работы и их просто описал и выстроил некую логику и это была работа которая ну на многих произвела впечатление особенно на моих я бы сказал однокашников и собственно говоря которая дала ой у меня прошу прощения виноват вот эта работа была в 2008 году переведена моим наставником Эскадрир Азовичем Гелезовцем на русский язык и ну так очень даже очень хорошо презентовано что называется ну и она до сих пор по моему актуальность не теряет ну на мой взгляд по крайней мере вот говоря о демократизации и демократизме самого университетского пространства здесь у меня тоже есть ремарка в самом начале действительно когда ректор пришел тогда Гафлов у нас допустим появилось целое отделение я поступил в аспирантуру тоже на факультет тогда еще факультет татарской филологии и собственно говоря у меня на собеседовании буквально за неделю до смерти наверняка Меркосанбуллахадч как раз меня это Гахилликбергене по-татарскому благословил вот и у нас было целое отделение да которое там состояло там из двух или из трех кафедр татароведения да и для меня это было вообще я вот прям вот бежал на эти занятия мне очень здорово было и значит там уже после смерти Меркосанбуллахадча там Алпаткшлиарвес там Искандер Аязович Жевдетовы Дениапа Мустафина Вамирджановы они такие вот они с нами советовались о судьбе кафедры ребят а вот как вы думаете что вот преподавать а как это лучше преподавать а вот как вот это вот лучше сделать это вот ну вот Азатмарск говорит вот в принципе это была атмосфера когда вот мы разговаривали мы получали здание с первых рук я мог там допустим несмотря на то что я диссертацию писал у Искандера Аязовича я ходил Жевдетовы в 10-м зале да как раз с рукописями да у него там значит чай там и так далее и мы с ним за чашкой чая как раз и обсуждали допустим вот здесь так написал мне надо так написать давай лучше ты вот эту вот книжку почитай пожалуйста еще раз еще раз пересмотри вот здесь вот ты написал и это было совершенно нормально и странно там допустим Искандера Аязовича не было никаких нареканий что я значит там коллеги условно советуются с какими-то вопросами это была абсолютно демократия по мере того как вот этот вот рост бумажной работы увеличился у них элементарно времени не осталось и собственно говоря потом когда я сам начал преподавать я это очень внимательно ну вот ощутил потому что мне приходилось какие-то искать секунды минуты чтобы допустим со своими даже там студентами которые у меня курсовые пишут найти вот время да и с ними условно говоря текст почитать потому что даже если он берет текст какой-то и неважно будь то это допустим там действительно какая-то рубрика оригинальная или я не знаю там газета Валкат условно говоря но у него естественно есть вопрос как это читается как кто читается а это нужно время это же в процессе как бы занятия уже не успеваешь когда у тебя сидит 35 человек каждый мог объяснить соответственно на вот эти вот индивидуальные занятия там где собственно говоря знания передаются времени элементарно не остается и это очень важно потому что специалист такой уровень человек рукописник даже не рукописник человек элементарно который умеет арабскую графику читать ну правильно да это же тоже очень важно когда у тебя допустим там слово записывается пятью согласными буквами а гласные ты как расставишь это определенный опыт да это гласно особенно с рукописи когда мы говорим соответственно вот это все и выпадает это либо как бы студент потом действительно идет мирас ханагай и там и Глазат Марсович будет додуман доучивать ругать что Шафих ханагай доучил да или как бы он будет там что-то пытаться сам придумать и как бы у нас будет еще один полуграмотный товарищ это штучный товарищ вот их выпустил шесть человек а их там даже тюркологи это сейчас минимум ну наверное человек 35 сколько из них вот реально могут пойти и начать читать сходу ну вот я не уверен в этом поэтому возрождение востоковедения как такового мне кажется ну концептуально само по себе не имеет смысла а вот возрождение прикладных знаний в определенных областях именно фундаментальных которые допустим нужны для сохранения нашего наследия да не просто для сохранения допустим а для возвращения этого наследия потому что те 20 тысяч арабографичных рукописей которые есть только в Казанском университете их кто-то должен прочитать и допустим перевести то есть понятно будут какие-то исследовательские труды но всегда будет интерес людей которые допустим это же уникальная вещь на самом деле вот туда приходишь вот поделюсь просто опытом можно прийти в 10 зал посмотреть значит книгу приема да и посмотреть допустим а не сдавал ли твой бабай в своей деревне какую-нибудь рукопись вот я допустим нашел две рукописи таких которые значит сдал мой прадед и прадедушка в чем одна рукопись прадедушки она оказалась 1788 года откуда что конечно естественно всем хочется ознакомиться и поддержать вживую потому что это вещи которые но в силу объективных причин исторических они сохранились именно там на местах они вживую вшиты в эту историю точнее в наше осознание понятно понятно что это скорее всего не скорее всего 100% религиозный текст какой-нибудь комментарий к комментарию чего-нибудь да но факт что допустим кто его может комментарий на полях перечислил там имена там знаковые события какие-то которые в семье были за сколько он корову продал такое тоже иногда бывает это очень важные вещи которые чисто эмоционально нас ближают и поэтому собственно говоря вот эта оцифровка и дальнейший перевод это как бы вещь которая в принципе снимет вопрос как таковой то есть наследие оно вернется на скидку где-то около того то что набрано то есть это еще может увеличиться или что но это тоже по факту я думаю у них сейчас лежит это около 20 тысяч ну насколько я знаю но это лучше вот уставу спросить Ольферт Кашахович он точно скажет потому что проект он руководит он непосредственно поэтому он может железно сказать сколько допустим ну и сколько-то вот мироскан дарежит мироскан дарежит но примерно 50 тысяч единиц всего это все включая фонды личные писатели и так далее все вместе ну таких на арабском турецком где-то ну в районе 8 тысяч что ли где-то так 5-8 тысяч то есть у нас ну да у нас у нас небольшой фонд у нас и по площади небольшой поэтому даже физически невозможно у нас все хранить даже если мы хотим у нас все уже площади площади не хватает вот Камиль можно вас уточнить в структуре которую вы представляете как там с во-первых демократичностью во-вторых с замененностью бумажной работы я работаю в центре исламоведческих исследований это академия ну эта структура создавалась в свое время Хафиком Макомешевичем то есть всем хорошо известен наш исламоведный сейчас ректор российского исламского института и казанского исламского университета вот и изначально когда эта структура создавалась она в большей степени наверное в связи с интересами самого руководителя Рафика Макомешевича она была ориентирована на историю татарского богословия я бы так сказал то есть вот такой исторический аспект он был преобладающим то есть именно изучение наследия описание его анализ издание публикации то есть именно такие в основном специалисты были собраны тоже преимущественно да и в основном на татаре татарское наследие но потом руководство поменялось сейчас у нас новый специалист Ренат Фаикович Потеев он сам политолог и он уже сейчас переориентировал в большей степени цели Центра Исламовича исследований то есть исторический блок остался в какой-то мере но он перестал быть базовым и в большей степени исследования пошли области социально-политической я так сказал я больше степени занимаюсь вопросами образования мусульман школьного образования профессионального образования и так далее вы сами выбираете себе темы это все-таки какой-то темник сверху как это происходит в принципе достаточно демократично в этом плане то есть все равно как бы ну как сказать в этом плане наверное у нас все-таки более благоприятная ситуация по сравнению с федеральным университетом я тоже работал как-то такой случай был когда я работал в психологии образования то есть ну вот вы там занимаетесь тем-то тем-то допустим исламом но сейчас тема допустим для института приоритетной мигранты давайте статьи через две недели сколько там дарить срок какие-то ну мне еще несколько человек давайте тему мигранции будем заниматься то есть там больше таки волюнтористские решения приняты ну понятно что ученые он как бы формируется в одной области много лет то есть и смена его резкая то есть персональные области приводят просто деквалификации и потом им нужно опять в этой области расти вот в этом смысле у нас большинство занимается тем чем они как бы имеют специализацию сейчас увеличилось количество социологов но одним из аспектов таким большим стала вот работа по профилактике терроризма и экстремизма мне кажется это больше политическая повестка вот и тоже ну это значительная часть ну это вообще мне кажется у нас сейчас везде где исламоведение тема радикализма она так или иначе либо сами подхватывается либо навязывается она у нас тоже есть и части сотрудников тоже в этом направлении появляются но у нас как бы классические формы академической скажем так демократии то есть ученый совет где как бы ну каждый свою тему предлагает защищает вот и в основном все занимаются тем чем они занимаются много лет то есть в этом плане достаточно комфортно сколько человек в штате ну этот центр то есть он очень большой то есть я думаю наверное 15-20 человек наверное работает то есть в разной еще степени там на ставки кто-то на полную ставку этот совместитель ну я вот честно иногда не знаю штатное расписание точно ну по моим я бы хотел по теме еще в которой коллеги тоже добавить несколько моментов потому что ну это откликается во мне ну просто вот коллеги они как сказать я-то немножко пришел из области из психологии да то есть она никогда не была ядром востоковедения то есть ядром востоковедения это вот там языки да то есть там изучение религии то есть вот этим история то есть я пришел из психологии и ну вот может быть одним из ну как сказать таких вот я хочу ну о себе немножко рассказать как я к этому пришел я тоже учился в университете казанском как бы еще старом с академическим традициям и однажды прочитал в газете значит казанский университет что проводится как бы презентации книги философский словарь на татарском языке я человек закончивший советскую школу там да где татарский язык был один час в неделю где в основном там разговаривали и преподаватель играл на баяне ну такая баяна сухор рассказывал про свою деревню то есть мне было глубоким изучением языка вот и ну в татарском языке я говорю то есть я понимаю для меня даже это объявление оно было таким вот открытием то есть я подумал а что вообще в татарском языке можно классовские категории выразить реально что ли то есть я это серьезно мне было с начала 90-х я из-за удивления я пошел на презентацию познакомился преподаватель который написал и рассказал свои книги переводил формулировал понятия я после презентации подошел к нему и искренним удивлением спросил а как вот татарский язык который я воспринимал больше как разговорный бытового общения какого-то больше а что он способен выражать философские категории ну он очень сильно смеялся надо мной конечно способен и начал мне рассказывать о том что действительно категории татарского языка то есть они во многом формировались это влияние исламской культуры да то есть и вполне там то есть в языке татарских богословов да то есть эти термины аристотельские в том числе уже были осмыслены и татарский язык он впитал в себя категориальный аппарат через богословие мы вполне спокойно можем формулировать философскую мысль это причем исторически нам присуще вот я взял у него купил словарь и убедился да то есть для меня вот в дальнейшем изучение ислама и востоке это было больше сказать мотив самопознания потому что как бы вот я понял что обучаю в школе в советской школе я сталкивался не с настоящей историей то есть своего народа где татары в основном люди на конях с кривой шашкой скачут стирают в пыль русские города сжигают есть какая-то скрытая история моего народа который я плохо знаю и я думаю что коллеги может быть тоже такой же мотив был что это было ну как бы познание себя то есть своей историчности то есть кто ты такой потому что живя в российском государстве то есть часто народы которые являются меньшинствами то есть они являются объектом конструирования тех политических интересов то есть из них из их истории что-то придумывается и истинная история часто она неинтересна потому что она может быть противоречит там целям империи да кстати говоря вот термин же востоковедение сам да ориентализм он из-за этого и подвергался очень мощной квитике вот эпохальной работой есть очень хорошо известная работа Эдварда Саида так называются ориентализм то есть собственно ну это термин был переосмыслен что часто изучение востока это было взгляд глазами западного там западной академии да который конструирует некоторый образ человека даже живущего на востоке да то есть часто это такой ущербный либо сильно романтизированный да но часто не имеющий никакого отношения там да к тому к реальность этого человека и отражающий интересы этих западных империй да то есть это было такое инструментальное знание которое с одной стороны конечно позволяло понимать эти народы которые покорялись а с другой стороны это было форма оправдания да то есть конструирование этого имперского подчинения и во многом ну как бы востоковедение которое формировалось и в России оно вот мне кажется эти цели тоже обслуживало да потому что Российская империя она имела свои интересы и в Средней Азии да то есть там как бы там это конструирование происходило и в отношении мусульман положья в этом плане было поэтому здесь конечно вот я полностью поддерживаю эту идею что ну наверное как бы вот развитие именно вот изучение тюркологии там да и слововедение это именно как бы вот голос самих этих народов да здесь может появиться то есть их мотивация к самопознанию да и формирование дискурса который бы который бы до сих пор эти среды колониальности он сохраняет там и в истории у нас там да и в истории народов России то есть для того чтобы эти народы да то есть через науку могли выражать и изучать свою историю то есть это вот самореабилитация своей историчности я бы так сказал вот в этом плане мне кажется вот востоковедение как бы вот если так обращенно его понимать вот в Казани вот оно мне кажется очень важно в этом плане да для того чтобы поддерживать скажем собственное исследование собственной истории потому что как бы академические ученые там в Москве там да или в Петербурге они могут ставить совершенно разные задачи да для их решения часто это будут государственные задачи которые мы там изучение связано там допустим ближнего востока да там сейчас Сирия актуальна давайте сейчас Сирия а мне кажется такая ну из-за того что эта история вот только начала открываться да тут буквально вот ну там да то есть архивы сейчас даже вот там 30 лет да то есть открытости там да до сих пор вот эта работа вот сейчас говорите началась там по оцифровке рукописи осмыслению то есть очень много наследия которого мы не знаем да то есть здесь непочатый край конечно это все как бы мы да то есть мы как татары мы как мусульмане да то есть кто мы вот в этом смысле эти исследования они являются таким скажем ну опорой фундаментом нашей идентичности да нашего я так скажем и в этом плане они просто я считаю необходимы потому что если этого не будет если этого не будет в Казани или в Павложе да то есть то будет всегда взгляд извне да то есть который будет нам что-то навязывать да и не всегда то что то видение истории которое с которым мы согласны которое окажает наш внутренний опыт опыт наших там родителей и так далее и так далее там бабушек прабабушек вот и у татар например я считаю этот мотив да к сохранению своего этой идентичности своей историчности он очень сильный то есть вот психологически очень сильный мотив потому что я вот помню сам там каждый литву проводил в татарской деревне да то есть ну почти в каждой семье хранились вот какие-то арабские рукописи да то есть передавались то есть уже многие даже уже забыли арабский язык это как просто как некая реликвия то есть да я не понимаю этого да но это писали татары да то есть это отражает какой-то наш важный опыт и это передавалось из рук в руки все это какая-то как семейная у нас тоже семейная реликвия была то есть коран да который передавался, и многие уже не понимали, что они передают, но это было ощущение, что это некая связь с теми, скажем, людьми в прошлом, которые знали арабские, которые были частью исламского мира, вот этой науки, мира этого знания. То есть передавая, скажем, эту книгу, эта связь сохранялась, и мне кажется, мы сейчас эти рукописи приняли, и это наш долг в какой-то степени, эту связь, ее усилить, восстановить, то есть понять, а что те поколения 19-го века, 18-го, которые писали, размышляли на арабском языке, размышляли с точки зрения нашей нации, что они имели в виду. То есть вот в этом плане, конечно, вот эта направленность на внутренний, скажем, восток, мне кажется, была бы очень важна. Кстати, в подтверждение Ваших слов, просто вспомнил, как раз недавно обучались мы с Райком Мухамедшевичем по поводу Казан-Басмоса, и вот он сказал, что да, сначала было 6 изданий в Питере до нашего издания в Казанском, но все они были продиктованы тем, что империи нужно было просто изучать мусульман. Вот только такой интерес был. То есть все согласны, что у татар есть такая вот интенция изучать, что им это присуще? Ну тут вопрос, опять-таки, вот мы с Вами как бы все выросли в лоне западного образования, да? Так как мы как бы еще и в основном имеем отношение к марксизму, в любом случае, да, то есть мы еще знаем с Вами что такое объективизм. Что в принципе может быть хорошо, может быть и плохо. Для того, что вот как бы Азат Марсович охарактеризовал как вот это вот внутреннее востоковедение, да, это все было не присуще, потому что у него как бы доктринально в рамках, собственно говоря, исламского дискурса существовали очень чуткие разницы. В рамках чего он может изучать Коран? Вот в рамках чего. Для того, чтобы, допустим, изучать текст Корана, да, надо вот душой принять то, что, допустим, это, ну как бы арабский язык, но с очевидными заимствованиями. И эти заимствования расписаны из каких языков и когда они взяты. И это как бы вот душой надо принять и понять. Надо как бы отказаться от мысли того, что как бы вот он и интервью, и все, условно говоря. Тут есть такие вещи. Второй момент. Надо понимать, что софистика и апологитика это составная часть, собственно говоря, в философии и в последующем интерпретаторов шариат. Да, собственно говоря, я вот здесь немножко не согласен с коллегами, в плане того, что интерес к исламу начался чуть-чуть раньше, наверное, все-таки, чем крестовые походы. Ну, не намножко раньше, да, в связи с тем, что у арабов были переводы Аристотеля, а в Европе их не было. И когда, допустим, там богословы европейские через, допустим, через Кордовский халифат или через его наследников пытались знакомиться с тем, что там происходит, они открывали для себя свое прошлое, условно говоря. Они иногда открывали чувственный мир, а иногда открывали логику, допустим. Ну, тут же, условно говоря, открылся именно там. Собственно говоря, даже там, не знаю, вот эта вот полемика между Арабией и Казали, да, это, ну, собственно, большое явление, которое изучалось и в западном мире. И, как бы, а для наших, собственно говоря, для того же, ну, ладно, Марджане исключайте, потому что Марджане был очень любопытен и доктринально, ну, я бы сказал, крайне свободен. Но для большинства, для подавляющего большинства ученых, под учеными сейчас я подразумеваю и имею в виду, да, это Алимов, 19-го, 18-го века. Вот эти рамки были очень-очень-очень-очень-очень-очень четкие, потому что Акыда, ну, была достаточно четко сформулирована. И в рамках нее я мог размышлять. А вот все, что выходило, и, допустим, там, ко времени полемики, да, там, когда время было Ассар-Саадады, и время после этого, когда можно было очень много что говорить, а много о чем думать, и громко говорить, и, как бы, и многие халифы поддерживали какие-то определенные воззрения, это уже было табуировано. И, собственно говоря, набор инструментариев был, вот, вот он, не о чем большой, в рамках Матуридитской Акыды. И здесь, поэтому, как бы, это исламовидение, оно было, ну, не сказать, что куция, но оно было специфическое, в силу того, что доктринально было ограничено. Но в то же время Мусапи Киев появился, да? Да, 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 это тоже очень важно. Да, которые вышли за эти рамки. Да, 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 да. Совершенно новую интерпретацию дали, ну, фактически на уровень Мушлахидов вышли, да? То есть те, которые уже расширяют знания, которые по аналогии, то есть если не хватает источников исламских, они, как бы, реконструируют и сами начинают расширять понимание, то есть сами трактуют, уже дают свою трактовку. Это, ну, как бы, уровень Мушлахида, то есть это называется, который уже, конечно, не было, считается, что их уже нет, но вот они почти так в уровне были, которые в состоянии были уже трактовать и расширять. Османского общества на работе Мусапи Киева это уже большой показатель, потому что даже, допустим, эта работа, условно говоря, его, которые у нас были, ну, они были заметены, но я не могу сказать, что, допустим, они имели такую вот огласку, а вот, допустим, в пределах Османской империи реакция была совершенно другая. Соответственно, это вот показатель вот того, чего мы говорим, когда люди использовали инструментарий, который не присущ вот этому, собственно говоря, аханафитскому фикху, не той вот, это совершенно другой уровень восприятия. И, собственно, таких персонажей он был один и не два, ну, человек трех, можно сходу, наверное, да, и это были, но это люди были уже, как бы, больше начала 20-го века, наверное, я бы все-таки их модерновыми назвал, потому что традиционный вот этот вот дискурс, да, исламовический, он все-таки вот, как бы, ассоциирован именно, хотя и там тоже был, естественно, плюрализм, потому что, ну, даже, когда мы читаем работы, ну, вот, опять-таки, да, вот популярность все начать, можно вот кемпера почитать, условно говоря, и можно понимать, что, условно говоря, вот такого, значит, уголовного кодекса шариатского по-лучшению не существовало. Условно говоря, ты в эту деревню приехал, ты мог водку, допустим, условно, не водку, прошу прощения, там, а какой-то алкогольный напиток пить, а в соседней тебя за это отрубят, условно говоря, потому что здесь ему Ла говорит совершенно по-другому, и у него, соответственно, есть долили, у него тоже есть обоснование. И это существовало вот параллельно в одном мире. Значит, Рамазан здесь начинался, допустим, 21 числа, а здесь 23 числа. И у обоих имамов, соответственно, в разных концах деревни даже иногда это бывало, есть долили, соответственно, там тоже был плюрализм. Здесь тоже, как бы, я вот, когда определенные ограничения обозначил, но понятно, что в рамках этих ограничений тоже был существовав плюрализм. Появление муфтията не создало здесь, значит, какую-то абсолютную доктрину, тиранию, тут, значит, автократию и так далее. Да, это всегда был плюрализм, это всегда был разговор. Не было того, что, значит, я тебя там, значит, там, объявляю тебя такфир, и ты кафир, все, мы с тобой не разговариваем. Это, ну, наверное, разовые вообще явления, и каждый раз это рассматривалось на уровне муфтия. Когда даже просто, даже не такфира объявляли, а человека просто отстреляли от занятия, допустим, там, по стоймам должности. Да, а во всем остальном, как бы, люди имели право ошибаться, они спорили, они собирались, были маджилисты, на которых вот эти, вот, собственно говоря, религиозно-правовые вопросы, так их назовем, да, они решались. И было право на интерпретацию, было право на ошибку, было право признать эту ошибку. Здесь, поэтому, тоже инструментарий, конечно, был ограничен, но в рамках него существовало пространство для маневров. Потом еще хочу добавить, что, ну, татарское советское востоковедение, которое, как таковое, не было, все это в рамках татарской истории, феология развивалось, оно в основном, большей частью, интерпретировано на татарском языке. Этим занимались татарские ученые, которые не писали, ну, и сами плохо владели русским языком, и поэтому практически весь советский пласт, он вылетел, как бы, из этого, из контекста, вот, советского востоковедения, да, потому что он был написан в татарском языке. Эти ученые потом, когда уже 90-е годы, они говорили, что тот же самый Марсель Ахмедзианов, мы специально пишем в татарском языке и будем писать, чтобы поддерживать свой родной язык, и так далее. То есть, ну, на самом деле, просто они не могли писать на русском языке на достаточном уровне, чтобы можно было представить на федеральном уровне, там, в общероссийском уровне, и выступить не могли, это была проблема. И вот русскоязычные, те специалисты, которые одновременно владели и татарским, и старо-татарским, и русским языком, которые могли все это попадать, таких практически не было, за исключением вот единицы, то же самое Амир Хасем Усманов, наверное, книга, которую прогребели на весь Советский Союз, что до сих пор цитируется, да. Как бы это не было бы печально сказано, но они на русском, благодаря тому, что они были на русском языке написаны, да, вышли, это жалованные грабли на течении Улуса, и так далее, они прогремели, это об этом все узнали, и постоянно цитируют. И сейчас задача стоит не только в том, чтобы подать, и это не только на русском, на английском, в первую очередь на английском нужно на языке, да, чтобы аудиторию расширить. И правильно подать нужно с использованием современного инструментария, да, это непросто, то есть мы еще пока живем и работаем по инерции, по традициям советской историографической науки, да, мы просто перечисляем факты, но не анализируем. У нас не готовят специалистов, которые могут применить какие-то теории, да, там, общепринятые надо забыть, которые могут дать аналитику даже тем фактам, которые они дают в своей книге. Любая книга, которую не возьмешь, это просто хронологические перечисления событий и фактов. Это у нас считается история. А где анализ, где там свои мысли, этого практически нет. И в отличие, скажем, от западных, которые изначально учат, еще начиная со школы, нестандартно подходить к любым каким-то трактовке тех или иных событий. То есть не просто так, как черное и белое, что здесь могло с этим скрываться. Все эти западные ученые, с которыми я общался, которые занимаются татарской темой, их, например, интересует, ну, если они берут XIX век, чем питались, допустим, татарские крестьяне в такой-то деревне, да, среднем. Сколько у них уходил средств, там, бюджет на питание, да, допустим, зачем вам это нужно? Для того, чтобы понять, как уровень благосостояния крестьянина, да, татарского, насколько он, допустим, был готов к каким-то переменам, там, или не был готов. То есть западная наука идет от частного к общему, а у нас от общего к частному. То есть у нас формация перехода от федерализма к федерализму, то есть это еще подгоняется под эти формации искусственные. И как кульминация все это подгоняется к революции 1617 года. То есть все эти события, которые происходили с древних времен с античных, они все вели к революции 1917 года. И вот у нас эта верхняя точка кульминации. И мы, ученики вот этих советских наших преподавателей, да, тоже мыслим так же. И наши ученики, мы так же учим их. То есть здесь должен быть пройти какой-то перелом. То есть это касается восстанковения тоже. Абсолютно должно быть сломать сознание, надо переломать. Потому что вот размышляя так, мы сами себя обманываем. Мы не знаем, мы не изучаем реальную историю. Мы не знаем реальную историю. Мы не можем сказать, мы боимся сказать ее. Это касается истории тоже. Мы перечитаем факты, мы как будто изучаем историю. Мы ее изучили, мы написали 7 томов истории Тарсана, да. А вопросов осталось выше крыши еще много, да. И когда начинаешь говорить какое-то что-то нестандартное, сразу тебя оболчается и считают тебя белой вороной. И это касается трактовок. Это стереотипы, они очень конъюнктурные, да. Если раньше был там Маржанит, там, мракобес, допустим, да, какой-то там фанатик религиозный, сейчас это вот почти такая фигура, небожитель. То есть другая, две крайности, да. Две крайности. А реальности, вот мы не знаем, реальность жизнь Маржанит, да, сказать, какой он был, какие-то ошибки у нее были, еще что-то. То есть это все нужно изучать, надо очень честно это все писать. А это никому не нравится. К чему тогда мы должны жалеть о том, что советское выпало из контекста? Ну, там есть важные вещи. Если Татарский язык хоть читает, там очень сказано было очень много. Если взять, например, даже вот такого литературу веда, Мухаммада Гайнулина, который в период оттепели, вообще период оттепеля очень интересный. Началось, там было возрождение тоже татарское наследие. И вот как-то власти, ну, видимо, занят там 20-м съездом и развенчанием культа личности, они... Ну, свобода практически как время перестройки была. И это очень важный период, который, к сожалению, не изучается. И вот тогда очень много было и Резахура Динезана, и немножко Марджани, и классики татарской дореволюционной литературы. Но они не только были все же и поэтописателям, они еще были и учеными, и теологами, и богословами одновременно. Но это ученые-эциклопедисты. Все ученые дореволюционные, они все были практически ученые-эциклопедисты. В 50-е, после смерти Сталина, все это начало издаваться. Причем там началось движение, рост интереса к своим корням. Различные группировки образовались по изучению истории, которые совершали поездки в Болгар. Они там вели дискуссии, диссидентское движение и так далее. Все это национальное самосознание очень сильно возросло после того, как вот эти стали издаваться, эта литература. Ну и потом, в конце 60-х годов, начали закручиваться гайки, когда Рафаэль Мустафина уволили с поста главного редактора Хазана Кларе за то, что он посмел опубликовать историю Буби, Медресе, и плюс статью Альберта Фатхи, который критиковал вашкетских националистов. То есть вот за все это ему пришлось потерять свой пост. Но все это было вот в прессе татарской. И я к чему это говорю? Там очень много интересного материала. И если мы возьмем даже того же Марселя Афмезианова, археографа, который выпустил просто огромное количество книг, он сам даже не знает, наверное, но это десятки книг. Я пытался это как-то... Это работа с первоисточниками. Он очень торопился, он всегда все же торопился поскорее-поскорее публиковать. У него десятки книг. Но они написаны порой небрежно, то есть они не соответствуют академическим каким-то правилам. Но если читать, там столько интересного. То есть по каждой книге можно провести расследование. Если кто-то возьмется написать академическим языком правильно, красиво, на английском или на русском, ну пусть на татарском, но здесь идет речь о том, о поляризации этого всего наследия. Это все нужно подать, уметь подать. Если это все подать правильно, красиво, все увидят, что у нас на самом деле это не колхозная наука. До сих пор такое мнение, стереотип существует, не колхозная. У нас очень богато наследие, у нас достаточно неплохой уровень был. Просто надо уметь подать, как это принято в научном мире, среди ученых. И если мы это сможем... Я сам Марселе Афмезианове говорил много раз. Я говорю, на самом деле, ваши работы, они тянут на сочинение Бартольда, да? Примерно такого уровня. Если вот, я говорю, нашелся бы человек, который перевел бы их на хороший, красивый академический язык русский, да, подал бы, как положено, и они бы были очень такого высокого уровня. Просто мы этого не можем сделать. Сейчас, конечно, этим занимается, сейчас ситуация изменилась, сейчас появилось много работ, но это тоже проблема. Вторая проблема была в том, что наши татарские ученые, среди них всегда была конкуренция большая шла. Между самими учеными они всю жизнь воевали, и литература веда, и историки, это так называемый татарлок, да, который есть такая... Ревность такая, да, есть. Это всю жизнь воевали, не подпускали друг друга, не подпускали учеников друг друга. И, например, даже я могу вспомнить, что во время своей защиты, да, враги моего, научные руководители пришли специально, да, чтобы вот застопить меня, как бы через меня застопить его, да. То есть это обязательно порядки еще и было. Потом вот во время экспедиции полевых, да, я часто наблюдал, когда в свое время еще работал замдиректора по науке института языка и литературы, и организовывали такие экспедиции, вот наши пожилые ученые, они не подпускали молодых к себе. То есть они ходили сами, боясь того, что если какое-то найдут они что-то новое, да, интересное, то есть придется разделить эту находку или открыть с кем-то еще, да. Это вот шла большая конкуренция. Некоторые ученые не специально не ставили сноски, чтобы другие не смогли найти. То есть один ученый сказал, я не ставлю сноски, потому что другие, пусть сами поют, что они. А они потом легким путем хотят идти, да, вот по моим сноскам, потом даже пойти и дальше продолжить свои исследования. Ну, есть такие вещи были. Это все вот очень сильно, это все мешало. И в итоге мы остались с тем, что среднего поколения ученых у нас нет, да. Вот те люди, те пожилые поколения, которые под 80 лет, они постепенно уходят, их практически не осталось, единицы. Вот мы с этим столкнулись в институте нашем тоже, вообще в Академии Новых. Следующего поколения нет совсем. И вот молодое поколение, это вот наше поколение, это те, кто 50+, да, и после нас тоже нет. То есть и то, и у нас единицы. Вот тех, кто готовил в начале 90-х, вот мы достигли сейчас этого возраста, у нас тоже нет практически никого. Вот проблема кадров, она существует тоже. Проблема кадров, потому что специалистов в этой области надо готовить очень долго, очень много лет. Вообще, что касается восковед, классический восковед, это что должен знать? Арабский, персидский, турецкий, английский, ну, еще раньше требований было немецкий, французский, сейчас нету, но арабский, персидский, турецкий, это must have и английский. То есть это вот просто, вот турецкий должен знать, в той или иной степени. Если ты не владеешь арабский, персидский, турецкий, ты не можешь работать, а даже с конследием. Основной, конечно, арабский должен быть. Не говоря про татарский. И, конечно, где вы сейчас будете готовить специалистов, которые надо потратить на эти годы, и в итоге он придет и будет получать зарплату там 17-18 тысяч, или там 15 тысяч. Ну, на Запад может уехать, там можно работать. Но это тоже иллюзия, потому что на Западе тоже большая конкуренция, таких специалистов много там. Да, и они сами не могут найти те знакомые, коллеги, они в другой сфере тоже работают, потому что очень большая конкуренция на Западе. Вот. Ну, по крайней мере, мы в Истути языка и литературе этим занимаемся. Ну, принцип такой, что надо заниматься тем, что тебе интересно, да, и потом, рано или поздно насчет приносить доход. и так он на самом деле получается. Все равно возникают какие-то возможности, появляются, и пока хорошо, что есть такая возможность заниматься вот этим делом, своим любимым делом. И я хотел добавить, что да, конечно, вот в целом институт Академии наук, да, они очень сильно продвинулись по всему времени. То есть сейчас Казанский федеральный университет не является передовым в этом плане, потому что не является. Нет. Потому что многие специалисты перебежали, оттуда ушли, они перешли в академические структуры, в Академию наук тоже в том числе. И вот это более-менее демократическая обстановка, которая в Академии наук существует, да, она дает вот возможность развиваться науке. И очень сильное продвижение. Просто, опять же, не хватает, наверное, пиара, не хватает, наверное, какого-то менеджмента в этой области, чтобы рассказывать об этом. Вот если мы возьмем казахский федеральный университет, практически из каждого утюга, звучало это все, какие успехи там. В Академии наук об этом этим никто не занимается, поэтому мало кто знает. Но если взять наш институт языка и литературы и токут, то у нас по 50-70 книг уходит, да, в институте. Это практически уровень татарского книжесказательства, хотя это все важные вещи. Ну, я не говоря про сколько проектов, если взять наш центр письменного музыкального наследия, мы в год выпускаем не менее 10 книг. Это различные, это татарское наследие у нас серии есть, это с источниками, с первым источниками работы, это татарское наследие за рубежом, много чего еще другого, потом с плановой работы, естественно, есть. У нас экспедиции по Российской Федерации, по Тарстану, по Ближнему, Дальнему зарубежью. Это тоже у нас эпиграфика, отдельная тема. Дедушки не дают вам говорить, что пожилые ученые не дают по-ладим участвовать в этих экспедициях археологических академий наук. Дедушки я знаю, что в институте языка литературы тоже достаточно пожилых. Они вам не мешают? мало. Сейчас мало уже, они достаточно пожилые, но у нас вот Мерфотов Закеич один, чего стоит Закеич там, да, он под сто лет почти, но он является активным сотрудником, он работает и участвует во всех совещаниях и научных обсуждениях. Сейчас проблема не в этом, сейчас вот вообще вот самая, я считаю, злота эпоха вообще для науки Тарстанской, потому что существуют различные экстременции программы, гранты, которые помогают развивать науку. Если сравнить первый год суверенитета, да, и сейчас, когда очень много говорили о татарском языке, литературе раньше, идентичности, и много говорили, о чем они делали. То есть, что такое было? Там неокр, программа, да, научный контроль 6-летний, которые половина просто распиливалась, но это и неизвестный кто не потравил, вот суммы у неизвестного входили. Сейчас нет, сейчас строгий контроль над всеми внебюджетными и бюджетными финансированием и требуется конкретный результат. И сейчас очень жестко поставлен. Сейчас об этом громко никто не говорит, но реальная работа финансируется и реальная работа отдача тоже есть и она контролируется и такая ситуация складывается, что есть финансирование на книги, просто не хватает материала. Просто сотрудники не успевают готовить столько книг, сколько у нас на которые есть финансирование. Не успевают совершить все экспедиции, на которые есть финансирование. Раньше это было целое событие, вот если мы посмотрим там в Никите, Миросима Усманова, Джавдат, минули на записи, да, проблема была найти средства на экспедицию, да, сейчас нет нас по 5-6-7 экспедиций в год и просто все люди сотрудники не успевают во всех экспедициях, поэтому там никто, конечно, не мешает, наоборот, поощряет. Это экспедиции от вашего института? Да, да. От всех как изначально? От нашего института, это разные регионы Российской Федерации, ну, языковеды уезжают, но сейчас по-другому дело, сейчас делают комплексы экспедиции, то есть языковеды, фольктористы, эпиграфисты, в какой-то регион, запустим, из-за дальнего Сибири где-то, ну, часто языковеды отдельно выезжают, скажем, изучая говры в Сибири, да, татарские какие-то говры, но это тоже сложно, потому что, кстати, это тоже отдельная тема, и они об этом не рассказывают, вот они едут зимой туда, да, потому что это болотистое место, если летом туда невозможно, да, они очень сложно туда добираются, ну, вот, скажем, вот, у нас Олега Решатович этим занимается Хисамов, зам. директора по науке, это целая экспедиция, не хуже сравнить, может, с 19 веком, потому что это все деревни, там они в таком состоянии не остались, да, то есть там добраться сложно, надо через тундру, через эти болоты туда добраться, это всегда этим занимались ученые, вот этот, на этот момент никто не обращает внимания, тюркология, как она формируется, да, она вот за счет этих экспедиций, и они там живут в этих условиях полевых в этих в тундре, среди болот, и они собирают этот материал, потом привозят, потом обрабатывают, и сейчас современные инструменты все используются, различные электронные, там, каталоги, там, и так далее, сводные, из-за ковиды тоже очень продвинулись, и все, то есть я бы не сказал, что плохо, в этом плане, как я сказал, что вот эта демократическая обстановка, она очень сильно помогает развитию науки, а когда вот закручивают гайки, когда тебя заваливают бумагами, хотя у нас бумаг тоже много, вот это все только удушает науку, поэтому КФУ в этом плане просто вот сейчас никак, никакого этого развития в этом плане, и ну, хорошо, что они об этом задумались, и пытаются это как-то возродить, в целом, вот, как я сказал, сейчас очень хорошие возможности, но это не наша сфера, то есть восковедение это не наша сфера, мы занимаемся возрождением татарского наследия, поэтому если возрождение восковедения, как это все началось в казанском университете, казанский университет занялся, было бы, конечно, не плохо, но я считаю, что вот те задачи, как я сказал, уже поставлены по изучению наследия, они сейчас реализуются, и, наверное, нужно какой-то вот актуальнее какие-то вещи, это вот казанской университет уже, потому что мы не можем заниматься обучением языкам, допустим, да, восточных, это все в вузы должны заниматься, мы просто можем привлекать специалистов, которые они готовят. Понятно, ну, наверное, тогда будем закругляться, если никто не возражает.